всем привет с вами про геймер в этом видеоролике расскажу вам как легко и очень просто деформировать объект в фотошопе но перед началом видеоролика будет небольшая рекламка но если вам нужен хороший качественный дизайн то рекомендую свою группу вконтакте в которой вы можете заказать превью баннер аватарку логотип и мой личный gfx pack тут достаточно много красивых работ можете посмотреть ну а все ссылочки будут в описании переходите подписывайтесь и заказывайте дизайн но мы начинаем сам видеоролик переходим photoshop и вот как видите у меня есть сначала карандаш а потом опять же на втором на втором слое будет веревка сейчас что мы делаем нам необходимо развернуть этот карандаш на 45 градусов плюс-минус вот 45 градусов сделали дальше нам необходимо теперь его также немножко уменьшить растянуть и подровнять местами так если у вас нет подобной же вырезки то вы можете сделать любой другой вам просто главное знать смысл как это делается вот примерно так я сделаю и дальше что мы делаем примерно около центра разрезаем его вырезаем на новый слой эту часть что мы теперь с ней делаем дальше вторую часть разрезаем то есть оставляем только одну исходную вот и которую мы разрезали на центре мы делаем деформацию дугой на примерно 75 что ли можете 76 взять процентов вот дальше разворачиваем подгоняем ее под основную форму приближаем на кон приблизить можно с нальт и колесиком мыши вот дальше что мы делаем и опять же дублируем данную дугу и разворачиваем ее опять же и можно развернуть как и по обычной же вертикали горизонтали там все это дело настроить но это будет долго крайне вот приметом так сделаем и дальше у нас ведь я немножко криво вырезал сейчас мы это исправим вот все объединяем опять объединить 5 вырезать эту часть на новый слой вот ну и все мы в принципе разделили дальше поворачиваем на минус 90 градусов эту часть мы видим что у нас есть немножко не достает все это дело теперь нам необходимо будет подровнять опять же местами это делается все крайне быстро никаких сложностей в этом нету вот примерно так подгоняем таким образом дальше нам необходимо взять деформацию чтобы вот эту часть вот эту полосочку нам подогнать тоже берем деформацию опять нажимаем control плюс т деформация и уже все точки когда мы работаем все таки подгоняем просто так по объему все это было крайне просто видите карандаш мы не сделали деформировали сейчас мы сделаем это с веревкой проделаем тот же самый процесс но немножко другой процесс будет но не суть мне их несколько типов вот сейчас мы возьмем без разницы честно говоря какую брать нам необходимо буду просто избавиться от белого фона но если у вас есть в пнг то есть у вас нету белого фона то вам в принципе сейчас эти действия не надо делать которые я сделаю то есть они как бы не входят в основное объяснение это я просто делаю потому что не нашел нормальных исходников и все вот сейчас мы делаем быстренько избавимся от белого фона при помощи опять же быстрого выделения и волшебной палочки можно сделать но я зачастую за быстрое выделение мне с ним как-то проще работать то есть никаких проблем в этом плане нету вот все думают хватит дальше выставляем центр переходим информацию выставляем другой на сто процентов просто сверху вытягиваем на сто процентов вытянем даже создаем дубликат слоя и нам необходимо будет отразить и по вертикали и по горизонтали и все то есть дальше уже подравняем просто ним немножко и у нас готов наш результат вот опять же ничего сложного то не то видите у нас уже получилось но немножко глаза бросаются вот эти вот детальности неровные что мы делаем чтобы их не было берем и мягкой кисточку вместе мягкой кистью немножко их убираем также можно было не разворачивать по горизонтали но это все зависит от типа веревки вот я бы мог в принципе не разворачивать по горизонтали чтобы не делать лишнюю работу себе ну да ладно не суть его зато вам показал есть у вас будет такая же проблема вот на этом все с вами был про геймер всем пока и